Итак, процесс окончен, приговор вынесен. Прокурор просил даже не двушечку, а 3,5 года в чистом виде. Гуманный российский суд 3,5 года оставил, но условно – занавес. Теперь можно радоваться, хлопать в ладоши и даже качать блогера Руслана Соколовского прямо у выхода из зала суда. И овцы сыты, и волки целы. Оскорбенные верующие могут поставить себе галочку-плюсик по их коллективному требованию «Антихрист наказан». Пусть даже и виртуально. Защитники полной свободы веры и неверия тоже могут сказать «мы отстояли его», несмотря на всю мощь сговорившегося с церковью государства. Ура, товарищи! Ну а сам Руслан Соколовский пойдет дальше – жить, гулять и не верить в Бога. А может, благодаря полученной коллективной промывке мозга что-то в нем сколыхнется, перевернет его душу, и он станет проповедником. Бог его знает. Только найденное Соломоновое решение здесь ничего не меняет и не решает проблему. Не отвечает на важный вопрос – что такое свобода? И что такое, например, свобода веры, а свобода воли? Что такое кощунство, если у него грань, степень, предел? Что такое оскорбление чувств верующих, в конце концов? Если вы верующий совершенно истинно, можно ли вас оскорбить? Если кто-то вам скажет, что Христа нет и не было в помине, даже что он зомби, вы оскорбитесь? Если да, то вы еще до конца не прошли свой путь, путь христианской веры. Вся вера только в вас, внутри вас, в вашей бессмертной душе, в вашем общении с ним. Только вы и он, Бог, больше никого между вами. Посредники и церковники – да, но они просто люди, обычные люди с такими же качествами, алчные, тщеславные, жадные, мерзкие, злые и прочие. Соколовский не верит в Бога. И что? Покушается на ваши святыни? Значит, он подсуден? Или просто Бог его наказал? А может быть, накажет? Может быть, просто он убогий? Ну так отпустите его с миром, как говорит ваша книга. В царской России закон Божий изубрили в школах, как таблицу умножения, как отче наш. Если человек, маленький человек, не отвечал, его били, плеткой, палкой, неважно, что выросло. То выросло артисты, народовольцы, безбожники, декабристы и прочие. Потому что, как говорил Костик из Покровских ворот, осчастливить насильно нельзя. Потом крушили церкви, эти же самые, которые учили закон Божий в школе. Или устраивали там склады. Попов сажали, расстреливали. Получилась страна воинствующих безбожников СССР. В тренде были только те, кто не верил. Вернее, верил, но не в Бога, а в партию, в товарища Сталина. А вот за веру истинную надо было пострадать. В советские 70-е нравы смягчились. В церквях оставшихся проходили службы. Священники официальные почти сплошь стали внештатными агентами КГБ. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Вертикаль, рясы с позолотой, мерседесы, яхты, охрана – это одно. А вера – совершенно другое. И неверие, кстати, тоже совершенно другое. Если мы будем судить человека за его неверие или за глупость, что в данном случае возможно одно и то же, то станем Советским Союзом наоборот. Или православным шариатом, какая разница. Ну да, не Чечня к нам, а мы к Чечню. Православие, самодержавие, народность. Государство любит церковь. А церковь – государство, это понятно. Вместе они представляют единую силу, единую Россию. Вместе поведут людей в светлое будущее. А кто не хочет там оказаться, будет искать покемонов в неположенном месте. Или в таком же неположенном месте выходить на несанкционированный митинг. Значит, в суд его. Закрыть его к чертовой матери. Тюрьма по нему пурачет, он не такой, как все. Так что Руслану Соколовскому еще повезло. Он пока на свободе, условно, со всем своим безверием и бессмертной, возможно, душой. Но к вере это никакого отношения не имеет. Вера вне тюрьмы, вне государства и вне политики. Одни верят, что Бог есть, другие, что Бога нет. Но, как говорил пастор в фильме «Берегись автомобиля», ни то и ни другое недоказуемо. Субтитры создавал DimaTorzok